Неужто в России объявлена мобилизация? Такой вопрос нам все чеще стали задавать наши телезрители. И причина для тревоги есть. Это участившийся вызов в военкомат военно обязанных мужчин. Так стоит ли действительно волноваться? Об этом мы спросили военного комиссара Железногорска. Мужа в отделе кадров попросили прийти в военкомат. Он первый в списке на отправку в помощь на Украину. Вот такие сообщения стали появляться на нашем сайте. Люди пишут и звонят в редакцию. Рассказывают о приглашениях в военный комиссариат и о своем беспокойстве по поводу последствий такого визита. Никакой разнарядки на призыв в горячей точке нет, заявил сегодня военный комиссар Железногорска. Вы прекрасно все понимаете, что с 1 апреля у нас начинается весенний призыв, который будет проходить с 1 апреля по 15 июля. И будут призываться призывники возраста 87-96 годов рождения. Наряд, который предварительно дан военкомату, это 82 человека. Я заверяю всех горожан, что на сегодняшний день никаких указаний военному комиссариату по городу Железногорску не дано призывать мальчиков в горячие точки. Тем более на Украину, чтобы куда-то пойдут воевать. Я вам сразу говорю, нет такого распоряжения. По словам военного комиссара, в Крыму и так есть кому постоять за отчизну. И наш военно-морской слот, который там давным-давно находится согласно достигнутым соглашениям, и силы самообороны. Также принято решение о комплектовании войск за счет самой крымской молодежи. Так что переживать не о чем. Не стоит опасаться и тем, кто находится в запасе. Да, сейчас многих пригласили в военкомат, но для сверки данных и никак не для призыва. И предприятия по закону обязаны содействовать военкомату. Не может мальчишка, который пришел из армии, и через 15 лет, что у него остался тот же 48-й размер одежды, и все, поэтому все это вклеивается и записывается, уточняются данные. Это, естественно, военкомат, который работал раньше, он так и делал. Он вызывал людей, каждых 5 лет вызывал, чтобы провести своего рода сверку, чтобы изменить, потому что я должен заложить в ресурсы ту форму, которая должна у меня быть. А не то, что я, а она должна вот такая, а вот придет, ладно, потом поменяем. Чтобы не получилось, если он носит сапоги 46-го разметок, он и должен 46-го получить, а не 42-го. Все предприятия мы проверяем, это наказуемо. Мы можем наказать до 200 тысяч руководителей предприятия, если он не будет выполнять эти требования, потому что это постановление правительства, это закон, и люди должны просто приходить и не бояться. Ни одного человека, я еще раз говорю, ни в какое формирование никуда я не отправляю. Да, события на Украине добавили народу беспокойство. Воевать никому неохота, ну или почти никому. Оказывается, в Железногорске все же есть желающие оказать помощь братскому народу, но даже им в городском военкомате помочь ничем не могут. Я не скажу, что у меня здесь очередь устраивается, нет. Но в неделю 3-4 человека почему-то с таким желанием приходят, которые хотят сейчас уже поехать, оказывать помощь. Но пока туда никого не направляют, не собирают. И я поэтому людям говорю, если вы хотите, пожалуйста, билет за свой счет берете и едете, посмотрите, как живут на Украине ваши родственники. Но я направлять пока не могу. Так что в военком советуют не поддаваться панике и не переживать за будущих призывников. А если все же беспокойство у родителей есть, Валерий Труфанов предлагает им приходить на призывную комиссию вместе со своими сыновьями и даже обещает помочь определиться с местом службы. Михаил Симонов, Андрей Васильев, Информэкспресс. Продолжение следует...